С BMW каждое поколение просто одно и то же. Я сначала смотрю, думаю, господи, боже мой, что ж у них у дизайнера-то с головой? Да почему же ты такая? Ведь прошлая была намного лучше. А сейчас хожу мимо по площадке, такая, какой же ты брутальный. Какие же вот эти вот узкие злые глаза, боже мой, решетка. Может, M-пакет играет роль, не знаю. Короче, вот вам X7 в M-пакете с пневмоподвеской. Хорошая такая комплектация, шикарный салон, просто шик салон, загляденье. Далее, понятно, что эти автомобили, они не бывают плохо оснащенными, но этот оснащенный прям хорошо. Очень удобные, одни из самых удобных сидений сейчас это сидение BMW. Мне еще нравились Volvo, но Volvo у нас уж совсем почила на нашем рынке. Все на русском языке. Это дилерская машина. Здесь хрустальные органы управления. Отдай-ка мне ключ, Владимир. То есть вот это, хрусталики, это все опция. Видите, здесь изначально не экономили при заказе этого автомобиля. Бензиновая машина, слышите? Тихонечко так заурчала. Так, открываем. Что у нас с вами здесь есть? Заходим в климат. У нас здесь обогрев руля, обогрев и вентиляция сидений, обогрев сидений задних. Ну, задние сидения это вообще отдельная история. А, кстати, вот я так сразу сказала обогрев задних сидений. А есть ли он? Что-то я не помню. Вряд ли здесь возможно такая история, чтобы заднего климата у нас не было. Сейчас будем разбираться. В описании к видео все обязательно дадим. Адаптивный круиз-контроль здесь есть. То есть все электронные помощники, к которым вы привыкли. Память сидений, конечно же, есть. Вот здесь управление сидениями заднего ряда. Далее, ну, как вы поняли, здесь управление многими функциями автомобиля через вот эту вот шайбочку. Далее, сейчас хочу делать климат более спокойным. Сейчас, одну секунду. Выключим кондин, вот чтобы нам не дуло. Вот это управление пневмоподвеской. Так, выключаем. Здесь, знаете, что сейчас неприятно. Сейчас скажу техникам. Осталось от пленки клей. Мы снимали пленочки, чтобы показать, какой салон красивый. Остался клей. Ну, что касается камеры, знаете, вот хочу еще показать, наверное, да. Я постоянно говорю, что у китайцев великолепные камеры. Да, ну вот сейчас хочу вам показать, что с камерами у европейцев. Вот. Сейчас, так скажем, вот этим уже никого не поразишь, потому что в средней ценовой категории китайской машины будет то же самое, не хуже. Но просто показываю, что европейцы, они тоже делают совершенно прекрасные камеры. Проблема у нас осталась с визуализацией лишь у японских автомобилей, то не у всех. Вот здесь, кстати, управление электробагажником. И вот, что у нас на заднем ряду. Смотрите, капитанские кресла с электроуправлением. Делаем вот так. Кресло само пошло вперед, чтобы вам было удобнее попасть на задний ряд. Далее. Делаем вот так. И сидение заднего ряда у нас складывается, сидение перед ним опускается. То есть вы, допустим, не опускается, а отодвигается. Вы, допустим, хотите залезть на задний ряд, у вас здесь был багажник большой, без третьего ряда, вы дернули, как я сделала, и дальше себе вот так вот открыли сидение третьего ряда. Ой, в обратную сторону я его закрыла. Или я его открыла? Или я его закрыла? А, вот. Вот, то есть она вся на электронике, она вся напичкана, она очень красивая. Ну и традиционно она... Вот сейчас пойдет обратно само. Пойдет обратно само. А, ну, вот. Пойдет обратно само. И традиционно она с суперпоказателями по безопасности, то есть это же европейская машина. Здесь все тесты Евро-НСЕП, они на безусловные пятерки.